Утро доброе! Вести Карачаева Черкесия с вами. Сегодня 10 октября. Если в этот день будет северный ветер, то он предвещает холодную зиму. Южный – теплый. А какая погода будет по прогнозам синоптиков, узнаем из свода гидрометцентра, но чуть позже. Проблемы экологии, сохранения родного языка, культуры и традиций народов Северного Кавказа обсудили на круглом столе. Он прошел на базе средней школы поселка Кавказский. Подробности смотрите у Али Баташева. Школьница Дарина Магулаева рассказала о своем проекте «Сохраним розу Кавказа». Его цель – сохранение пиона, произрастающего в Карачаево-Черкесии и занесенного в красную книгу. Мы выпустили листовки с описанием и рекомендациями не рвать цветы красной книги. Я узнала историю пиона и рассказала об этом своим одноклассникам и друзьям. На занятии вышивка лентами мы также изучали растения красной книги. Весной у нас свели лазорики красные, которые еще называются «Роза Кавказа». И пришло вот это положение на конкурс, и мы с Дариной решили принять там участие. Она заявила желание. Дети с удовольствием вышивают лентами все цветы, растения, даже мы животных тоже вышивали, которые занесены в красную книгу нашей республики. То есть мы воспитываем экологическую культуру у наших детей с самого детства. Проект «Дарина» получил высокую оценку на Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», проходящей в Москве. Школьница посетила столицу и с радостью принимала поздравления и подарки в своей школе. Благодарственные письма и денежный приз за поддержку экопроекта получили и Прикубанский районный центр детского творчества, директор и педагоги средней школы поселка Кавказский. Это очень красивый цветок. Он занесен в Красную книгу Карачао-Чешкетской республики. Он называется лазорик. Еще у него много других названий. Так как он редкий цветок, если его срывать, будет штраф. От двух с половиной до пяти тысяч. Важно сохранять не только природу, но и родной язык, на котором говорят, пишут и думают представители множества народов нашей страны, говорили участники круглого стола. Не стесняйтесь своих корней. Это стесняться своего языка. Это значит стесняться своей бабушке, которая на этом разговаривает, дедушке, который вас воспитал, или родителей. Поэтому любите свою большую родину, Россию. Это все для чего мы делаем. Почему вам? Вы сам страшный наш день. Обычаи гостеприимства на Кавказе существуют на протяжении многих веков. Верность традициям сохраняется и сегодня. Участников круглого стола радушно встретили национальными блюдами в школьном музее. Показали предметы быта своих предков и сценки самых распространенных обрядов народов Северного Кавказа. Али Баташев, Медина Джанкезова, Ренат Муков. Вести Карачаева, Черкесия. Прикубанский район. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. В горах 0, плюс 5. Днем плюс 21, плюс 26. И местами плюс 12, плюс 17 градусов. Черкесский без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 23, плюс 25 градусов.